Будукошалёвский район у первую чергу сельского спадарши, а тому открытие еще одного существенного живелого-довчего комплекса для герпромысловы Галины подзея вельми важная. Тем больше, что по надуях молока район постоянно перевышает покашики. Когда в 2007-м, например, сярод иншых регионов Украины, Будукошалёвшина займала 107-ю позицию, то селета уже 60-ю. А праша таго открытие новой фермы ГТС-6 свечене реальности выполнения областного плана по модернизации Галины. На сегодняшний год у нас в области вводятся 22 фермы. Из них 18 мы уже ввели. Вот это одна из тех ферм, которые мы в этом году введем. То есть это абсолютно новая ферма, на которой будет стоять 600 голов, которая должна производить по своей плановой мощности 5,5 тысяч тонн молока. В экспериментальной базе Пянчин живелого-довли займаются и 6 советских часов. Правда, побудованные тады фермы сегодня уже не отповедают нияким потребованиям. По этой причине. Каля двух годов тому у господарцы открыли новую ферму на 300 голов. Теперь еще одну, вдвая большую. Сейчас она уже частково заполнена, но в общем для формирования статка потребуется еще несколько месяцев. Завозить сюда живелую, которая дает не шмат молока, экономично не мытозгодно. Тем более, что продукцию тут плануются отримывать только высшейших годунков. Урешті, кошт фермы складает каля 100 миллиардов рублей. Гэтые средства необходимо заработать, кабы различиться по кредитах и отримать прибыток. А праша реализации молока досягать гэтые мыты будут еще и больше рациональны у паравнани со старыми фермами организации працы. На обычной ферме у нас на одну доярку нагрузка составляет 50 коров доения. Здесь у нас 120 коров. Поэтому, соответственно, уменьшается численность людей за счет доильных залов. Поэтому у нас будет экономия. Мы планируем процентов 20, может 30 даже. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания Гомель.